Представляю вам Сергея Алексеева с темой параметрическая архитектура, здания, здания, здания и здания. Здравствуйте. Я с вашего разрешения буду без микрофона, потому что я так привык и так гораздо проще. Почему, собственно, параметрическая архитектура относительно города? Потому что город такой же связанный объект, как и объекты параметрической архитектуры. Чрезвычайно интересно понять, как такая сложная система, как город, поддается управляющим воздействиям и как она работает. Я этой темой занимался очень давно. Вот сегодня я смотрел, то есть к этой лекции, книжку с дарственной надписью моего учителя Гутнова. И она была подписана 16 сентября 1985 года. То есть вопрос этот достаточно долгий. 30 лет назад, собственно, этой темой я начал заниматься. Первое, о чем надо сказать, что город это тело, это целостный объект. И какой бы величины он ни был, он представляет собой целостную систему. Проблема в том, как ее представить. Для того, чтобы мы с вами говорили конкретно, нам надо обратиться прежде всего к опыту Ростова. Ну, начнем с того, что Ростов это чрезвычайно неоднородное по пространству образование. Так получилось в силу многих причин. Ростов относительно молодая градостроительная система, ему всего 260 лет. И то, что мы с вами имеем сейчас как некую форму исторической застройки, возникло совсем недавно, в 19 веке. Более ранние слои города, а известно, что здесь поселенцы были чуть ли не в эпоху неолита, они не оставили материальных следов. Нас будет интересовать только то, что оставляет материальный след. То есть та застройка, которая нам досталась в наследие. Вот если мы посмотрим на обширную ткань Ростова, сейчас это миллион 180, по-моему, тысяч жителей, то мы увидим, что вот эта неоднородность пространственная выражается в том, что план города состоит из многих-многих фрагментов. И сейчас интернет позволяет вот эту неоднородность ГС просмотреть на очень хорошо во всех ее частях. Вот если обратимся к самым старым частям Ростова, то это, безусловно, Ростов в пределах центрального планировочного района. От, условно говоря, от вокзала до театральной площади и от Красноармейской до набережной. Кроме того, есть вторая часть Ростова, которая была автономным образованием. Это Нахичевань на Дону, которая была отдельным городом до 1937 года. Только потом их административно объединили. И далее город развивался такими квантами пространства, фрагментами. И постепенно эти фрагменты, рабочие поселки, так называемые, они начали интегрироваться в некую городскую целостность. То, что мы имеем сейчас, после Второй мировой войны, это процесс объединения города в единый организм. И нас будет интересовать, прежде всего, конечно, такая часть, как центр города. Вот что такое центр. Существовал так называемый метод экспертных оценок, когда задавался вопрос, и несколько специалистов, или, скажем, несколько десятков специалистов, пытались определить границы центра. Несколько лет назад мы студентам задавали такую задачу, раздавали им планировочную структуру Ростова в распечатке и просили отметить центр. А потом эти калечки складывали, накладывали друг на друга, и выяснилось, что центр имеет размытую границу в обыденном сознании. Никто не может точно сказать, где центр начинается, где он заканчивается. Поэтому невероятно ценной была модель структурного потенциала, которая была представлена Гутновым в его докторской диссертации, касалась эта модель Москвы. Гутнов обратился к методам математического аппарата и создал такую модель структурно-функционального потенциала, при помощи которой он с точностью до района определил ареал центра. И вот этот центр, который был определён абсолютно независимо от индивидуальных каких-то мнений, оценок, а чисто математически, вот этот центр Москвы Гутновым назвал каркасом. Это очень сложное понятие, которое включает в себя базовые отношения городской ткани, влияющие больше всего на развитие города. Всё остальное, всё, что за пределами, относится к ткани. Вот эта бинарная модель каркас-ткань, она позволила городам заниматься очень подробно, как объектам, которые всё время меняются, которые живёт в постоянной динамике, которые испытывают на себе бездну управляющих воздействий. Потому что городостроители всё время тешили себя надеждой, что они могут управлять городом с помощью, скажем, того же механизма генплана. Но сколько бы генпланом ни делалось, а вы знаете, что их расчётный срок 25-30 лет, после того, как этот расчётный срок наступает, выясняется, что всё совсем не так, или почти не так, или во многом не так. Потому что город, опять же, не подчиняется каким-то нормативным предписаниям, а живёт по-своему. Поэтому очень важно определить параметрическую систему, которая позволит, с одной стороны, моделировать эволюцию города, моделировать разнообразные ситуации его развития, и как это скажется на его структуре отношений каркас-ткань. А с другой стороны, заниматься, помимо прогностики, конкретным изучением города. Вот это была чрезвычайно увлекательная задача, и Гутнов мечтал, что она будет распространена на все крупные градостроительные образования, а речь как раз идёт не о малых городах, а о крупных городах и сверхкрупных городах, к которым относится и Ростов. Но, к сожалению, в силу вот таких трагических обстоятельств, что он рано ушёл из жизни, вот эту программу реализовать не удалось. Что касается Ростова, то здесь мы с вами обнаруживаем ещё помимо центральных частей города, такие вам известные районы, в которых существует относительно однородный принцип застройки. Это новые микрорайоны, ну вот в частности, северный жилой массив, который сейчас перед вами на экране, это очень большой фрагмент города. Он по плану где-то в пределах четверти города должен был занимать по численности населения около 200 тысяч жителей. Вот это вот снимок с облёта на вертолёте северного. В общем, образование, которое все вам хорошо известно. Второй такой фрагмент, который созидался ранее, в 60-е годы, это западный жилой массив. А вокруг всего этого рассыпана такая мелкая-мелко измельчённая частная застройка, на которую архитекторы всегда смотрели косо и говорили, ну вот это такая вот ситуация, что это вымороченная застройка. Со временем мы всё это строим и построим здесь совершенно новый город. Но оказалось, что это совершенно не так. Вот здесь вы видите последнее наше так называемое градостроительное достижение. Это микрорайон, который называется Западные ворота, в просторечии Левенцовка. Он продолжает расстраиваться. В гугл не последняя информация по этому поводу. И кроме того, сейчас появилось ещё несколько образований за пределами городской черты. Вот на фото Алексей Эльбруч Гутнов, который создал вот этот замечательный метод структурно-функционального потенциала. И почему он интересен? Потому что он как раз-таки относится к параметрической архитектуре, но к архитектуре, которая на уровне градостроительной системы. Не на уровне отдельного здания, где управляющие воздействия достаточно простые, а это очень сложная система. Что сделал Гутнов? Он разделил Москву на 900 с лишним планировочных фрагментов. Причём в центре они достаточно малые, частые, а на периферии они занимают большую территорию. А затем каждый фрагмент был изучен. Это была титаническая работа. В плане того, сколько там рабочих мест, сколько там населения. И самое главное, принцип связности. Как этот микрорайон связан с другими. Вот представьте себе, что с помощью, тогда не было персональных компьютеров, была большая машина американская в Академии наук. И два замечательных еврея, Попков и Шмульян, сделали математическое обеспечение, причём настолько сложное, что оба защитили на этом обеспечении докторские диссертации. И они при помощи своего аппарата смогли просчитать, перебрав невероятное количество вариантов, связанность каждого вот этого маленького планировочного образования с остальными образованиями. И выяснилось, что очень малая часть вот этих планировочных образований имеют колоссальный вес. То есть они значимы для города, это именно по принципу связности. И по потенциалу, который они представляют в плане населения и рабочих мест. И самое главное, что они так включены в транспортную систему, что они легко достижены. При этом ставился предел часовой доступности. Можно было и по-другому посчитать, и двухчасовой, но тогда бы надо было охватывать большую территорию. И вот это позволило Гутнову просто расположить вот эти вот районы по весу. И выяснилось, что тех районов, которые наиболее важны для города, и которые Гутнов отнёс к Аркасу, их очень мало. А те районы, которые являются обычной субурбией, ну скажем, незначимые районы по транспортной доступности, или вот такие микрорайоны, как наш Северный и Западный, в которых почти нет рабочих мест, они составляют ткань. И этих районов как раз-таки очень много. И получилось, что районы с большим весом и очень важные, а именно каркас их мало, а остальных много, и они являются тканью, которая, собственно, при преобразовании каким-то странным образом может превратиться в каркас. Вот эта модель, она позволила чётко определить так называемую точку перегиба. Он построил кривую, по которой было ясно, то, что влево и то, что много по весу, это каркас, а то, что вправо и очень много по площади, это ткань. Я познакомился с этой теорией на его лекциях. Пройдил он всегда по субботам, потому что он не мог преподавать в другое время в Мархи. Он в это время был замдиректора по научной работе и бенплана Москвы и занимался конкретным проектным предложением по пешеходной зоне Арбата, с которой вы все знакомы, если были в Москве, это одна из его проектных реализаций. Он приходил по субботам и читал совершенно невероятный курс. Лекции его были чрезвычайно популярны, потому что они происходили вроде таких вот античных бесед. Он никогда не становился накатурный, он был абсолютно демократичным человеком и вёл свои лекции в режиме общения с аудиторией, чем, конечно, всех подкупал очень сильно. И вот, базируясь, я дважды прослушал этот курс и базируясь на его теории, я подумал о том, что можно было бы подойти к этому каркасу с другой стороны, а именно со стороны пространства. Вот то, что сделал Гутнов, это так называемая агрегированная система, когда он максимально обобщает какую-то территорию, не задумываясь о том, какие физические формы застройки на этой территории существуют. Определив центр с математической точностью, определив его контуры, прорисовал его каркас для Москвы, Гутнов двигался дальше. И поэтому, когда я ему принёс такую вот статью-заявку, он просил, если у кого-то есть какие-то мнения по этому поводу, ему стало интересно позаниматься с другой позицией по отношению города, а именно с позицией пространственных параметров. Всё очень просто. Вот как говорил Пушкин, следовать мыслям великого человека – это наилучшее занятие. По сути дела, я взял на вооружение каркас и ткань Гутнова, и базируясь вот на этом представлении, рассмотрел застройку города, в частности Ростова, потому что потом я сделал материалы по Москве, я об этом скажу позднее, рассмотрев застройку Ростова, только с позиции пространства. Как оценить пространство и как оценить функцию? И здесь мы должны коснуться очень важной темы выживания городской застройки. Это тема функциональных миграций. Известно, что оболочка пространства, мы с вами находимся в аналогичной ситуации, это здание, это складское помещение, которое сейчас благополучно эволюционировало в какой-то центр городской креативной культуры. Вот точно так же большинство зданий в центральном планировочном районе города или в историческом центре могут быть трансформированы, преобразованы под другие функции. Формула очень простая. Функции приходят и уходят, а пространство, в котором они существуют, остается. Значит, возникает вопрос, как адаптируется пространство, за счет каких свойств пространство адаптируется к неостановимому потоку функциональных миграций. Для этого я взял 4 квартала в центре Ростова. Это, можно сказать, самая центральная часть. На том задании, которое мы давали студентам, все выделяли без исключения именно эту центральную часть. У одних центр растягивался на всю длину Большой Садовой, а у других он сжимался до отрезка между проспектом Буденовским и проспектом Ворошиловским. Вот эти 4 квартала базовые, а именно, если смотреть на Садовую, южные кварталы с южной стороны улицы, это старые исторические кварталы Ростова. Все эти 4 квартала были исследованы до каждого здания, до каждого пространства. Это муторная была работа, но она позволила представить себе модель агрегированную пространственной структурой. Каждое пространство, замкнутое, изолированное от соседних пространств, описывалось очень просто. Площадь на высоту. Мы получаем с вами объем. И вот когда я получил такую картинку, один к одному получилась Гутновская модель, каркаса и ткани, но только в области пространства. Каким образом? Значит, в исторической застройке оказалось так, что больших пространств, условно говоря, больших пространств было очень мало, и размеры их были велики, а малых пространств, так называемых, было очень много, и размеры их были относительно малы. Когда вот эта шкала пространств была простроена, вот эти 4 квартала перед вами, и когда эта шкала пространств была простроена по количеству и по объему, Выяснилось, что вот смотрите, вот это вот большие пространства, то что мы с вами имеем вот в этой зоне Их вот справа большой объем, их очень мало, а слева малые пространства, их очень много Вот эта точка перегиба оказалась для центра в районе 140 метров кубических Вот все, что с одной стороны это малые пространства, с другой стороны это большие пространства Значит то, что больше 140 кубов, это большие пространства, а то, что меньше, это массовые пространства, малые Таким образом мы имеем с вами вот такую модель пространственную, бинарную, большие и малые пространства То, что относится к ареалу вокруг этих 140, это такая зона, назовем ее условно, серединные пространства Именно в больших и серединных пространствах, как потом выяснилось в исследовании Великолепно чувствуют себя так называемые общественные функции И прекрасно вписываются в малые пространства, понятное дело, жилая функция Конечно, существует определенная корреляция, потому что большие общественные пространства, они включают и часть малых Это отдельная форма исследования, но суть была в том, что мы вдруг обнаружили, что в старом городе существует колоссальный потенциал больших пространств И это является основой эволюции города И здесь мы должны с вами коснуться такого вопроса, а почему центр собственно не мигрирует? Вот мы исследовали центр И известно, что первоначальный исторический центр Ростова находился не на улице Большой Садовой, а на улице Станиславского И вы знаете, что на пересечении Семашка и Станиславского находится первый городской дом, в котором была первая городская дума Сейчас он изуродован предпринимателями до неузнаваемости Это двухэтажное здание с большим подвалом Вот в этой зоне был центр, а потом он вдруг мигрировал на Большую Садовую Город развивается, город растет по всем направлениям И возникает вопрос, а почему же центр не мигрирует дальше, стремясь охватить всю городскую территорию Ответ очень простой Как только центр набрал достаточное количество больших пространств, а это колоссальный потенциал Немедленно наступает стабилизация Вот в Ростове стабилизация центра, его неподвижность наступила в районе Большой Садовой примерно на рубеже веков То есть это была эпоха модерна, больших доходных домов Это примерно 1900 год Вот все, что до того, предшествующая эпоха, это одна ситуация А здесь центр стабилизировался и он стабилизировался навсегда Это было первым таким конкретным следствием вот этой работы по определению каркаса ткани на уровне пространства Стабилизация центра, она ставит целый ряд задач Потому что вот недавно я был на таком собрании городском Когда заинтересованная архитектурная общественность обсуждала проблему сохранения старой застройки Вот даже если с этой точки зрения посмотреть на пространство, то выяснится, что памятники архитектуры это отдельная совершенно позиция И она в общем-то имеет очень минимальное отношение к проблемам выживания застройки и к проблемам пространственного каркаса На самом деле ценность застройки дореволюционной определяется вот этими тканевыми структурами В которых мы с вами обнаруживаем наибольшее количество больших и серединных пространств Если говорить о городе в целом, то мы можем с достаточно уверенностью сказать Что вот те районы, которые по модели Гутнова относятся к ткани Они обладают колоссальным потенциалом, но чего? Малых пространств И как раз таки к центральным функциям они наименее приспособлены А вот старый центр, несмотря на то, что большинство даже самых продвинутых и известных архитекторов считает, что это хлам, что это барахло Но на самом деле ценность этой застройки состоит в том, что в них наличствуют эти пространства Это тканевые структуры, необычайно важные для города И я думаю, что их ценность в родостроительном отношении, она еще недооценена Потому что сейчас существуют по-прежнему мысли о том, что это все надо срыть под бульдозер и сделать что-то не знаем что Причем люди, которых я бесконечно уважаю, вот такой человек, как покойный Юрий Кузьмич Залунин Он смотрел на старый город, как на пустыню, скажем так Когда говорили о реконструкции Таганрога, у которого тоже очень много тканевой застройки Он говорил, ну это все гнилые зубы, давайте их вырвем и сделаем что-то свежее, новое, белое, красивое А между тем, эта застройка, она чрезвычайно ценна является именно в функциональном отношении, как потенциал будущего развития Как только эту ткань начинают вырезать, это действительно ткань, как живой организм Вот у Гутнова одна из любимых идей, что город это, собственно, слепок с человека, а поэтому это биологическая субстанция Поэтому мы говорим, город как тело, город это живой организм И я наблюдал такой процесс, когда реконструировали Пушкинскую от театрального до Кировского Тканевая застройка дореволюционная, которая там наличествовала, никогда не рассматривалась как ценность Это были двухэтажные, трехэтажные или одноэтажные, как правило, дома Но при этом невероятно плотно поставленные на участки Как только эти дома срыли, вырезали буквально и поставили девятиэтажки, которые стоят рядом, как этажерки такие по Пушкинской, в районе школы То эта ткань начала скукоживаться и как шагреневая кожа отмирать Она обречена на умирание, то есть она существует как целостный организм Стоит ее только тронуть, стоит ее только снести или реконструировать по другим принципам, то она обречена Поэтому вот это представление городского организма как пространственной структуры Имеет чрезвычайно много последствий с моей точки зрения Потому что оно дает нам возможность изучить старый центр и понять Каким образом вот эти серединные и большие пространства способны поглощать новые центральные функции Поверьте, у нас в Ростове потенциал просто невероятный Вы знаете, что большинство центральных функций за пределы Большой Садовой не выходит Минимум есть на улице Шаумяна, еще меньше на Тимирницкой и так далее идет падение к Дону Это только верхушка айсберга, то о чем я вам рассказал На самом деле изучать эти вещи чрезвычайно полезно и интересно Потому что мы видим город как бы в абстрактном таком математическом представлении Возникает вопрос, а вот постоянно ли эта величина так называемые срединные пространства Я вам сказал, что в районе Старого города Они имеют такой вот численный предел как 140 метров кубических Так вот если мы посмотрим другие с вами фрагменты То мы обнаружим, что в них средняя величина объема Ну с внедрением, скажем так, иных объектов смешанной застройки Там получается 80 метров кубических В среднем по Ростову вот эта величина большие и малые Все что меньше 80 это ткань пространственная А все что больше 80 это пространственный каркас Соответственно падает эта величина, если мы с вами выходим в новые микрорайоны Уменьшается и увеличивается, если мы с вами попадаем в Старый центр И эта величина конечно не постоянная Это не константа Вы видите, что город постоянно эволюционирует Внедряются все новые и новые здания Появляются проекты Вот сейчас Горбань надеется на уровне квартала Реконструировать какой-то фрагмент Старого центра И мы с вами наблюдаем, что постоянно вот эта слагаемая Она изменяется от квартала к кварталу, от района к району Есть пространства, в которых жилые функции располагаются В несвойственным этим жилым функциям больших пространствах И это тоже момент адаптивности Это тоже надо изучать и видеть, как могут туда внедриться Какие-то общественные функции Что дальше Вот по итогу Вот здесь вы видите разные модели застройки То, что вверху, это плотный квартал в районе Большой Садовой Затем идет смешанная застройка, ниже рисунок И совсем вот нижний рисунок, третий Это растадовка больших объемов девятиэтажных На северном или на западном Ну и соответственно распределение функций по пространству Какие можно сделать выводы вот из того, что я вам рассказал В принципе, в перспективе Вот тут целый ряд этих кварталов И совпадение функций по параметрам общественная и жилая по пространствам Да, еще один интересный момент, о котором я забыл рассказать Я изучал этот вопрос и на уровне отдельных зданий Сверхбольших Вот перед вами снимок из космоса Кто узнал, что это такое? Банк, совершенно правильно Это наш известный банк Который до революции, оказывается, был полифункциональным комплексом Почему? Потому что в его структуре Вот сторона, выходящая на социалку Это был жилой дом А второй жилой дом Это правое крыло банка, которое выходит на Большую Садову Собственно, сам банк был только по центру Вот то, что вы видите на парадном фасаде Значит, для сотрудников банка верхнего уровня Были отданы престижные квартиры Пятисемикомнатные на Большую Садовую А для мелких служащих и клерков Были маленькие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на социалку После революции Все эти пространства были отданы под банковскую функцию Всех переселили И, собственно, все здание поглотило вот эти банковские функции Здесь понятно Вот здесь представлена ситуация дореволюционная и послереволюционная По распределению пространства То есть банк, он обладал таким потенциалом Даже эти малые пространства Они очень хорошо поглощали общественную функцию И таких примеров по Ростову очень много Ну и в итоге перспектива дальнейшая Что может быть? Да, и несколько слов о том Что же было с Гутновской теорией После смерти безвременной Алексея Ельбрусовича Большая команда архитекторов, которые с ними работали Зоя Харитонова, тот же Лежава Они все пошли по пути коммерческой архитектуры Это началась новая совершенно эпоха Люди стали зарабатывать деньги Что вполне понятно И Гутновская теория, она как бы замерла Я глубоко убежден, что следующие поколения архитекторов Они обязательно к этой теории вернутся В России всего лишь два города Москва и Казань, насколько я знаю Потому что там очень продвинутые ребята были Градостроители и математики Получили вот эту модель Каркас-ткань В Москве эту модель Гутновскую использовали Для создания последнего генплана Они опирались на Гутновские разработки Но больше никаких новых движений по этому поводу не было Я попытался эту работу каким-то образом защитить И поэтому, ну, ввиду смерти руководителя Я вынужден обратиться был к Илье Георгиевичу Лежаве Лежава, он такой своеобразный человек Они очень дружили с Гутновым Были близкими друзьями, учились в одной группе И Лежава мне сказал Ну вот ладно, я готов во все это поверить Если ты мне посчитаешь Два квартала, меня интересует Или четыре квартала В районе Арбата Вот что там происходит Я добросовестно в течение полугода Считал вот эти два квартала Четыре квартала в районе Арбата Очень сложные, очень неоднородные По застройке И представил ему вот Некие выкладки по этому кварталу Он посмотрел поверхностно и сказал А что если мы вот тут прокопаем метро И все изменится Но дело в том, что Вообще-то я по природе своей тугадум И я очень небыстро отвечаю Когда меня ошарашивает чем-то Это называется в просторечии Позднее зажигание Вот у меня позднее зажигание Я опешил совершенно Потом пришел домой Думаю А с какого Мы будем копать там дырку И делать метро Ведь любое метро возникает На закономерных основаниях Но уже было поздно И отвечать Лежаве было бессмысленно Потому что я понял, что он просто решил Закопать эту работу Она ему была неинтересна Потому что она продолжала Совершенно другую линию Гутновскую И он к ней не имел Никакого отношения Поэтому Я приехал в Ростов И занялся реальной архитектурой Как и все москвичи И Больше этой работой я не занимался То, что я вам показал Вот эти старые бумажки Им 30 лет ровно Это как бы прошедшая эпоха Но я знаю Что если наложить Две эти модели Гутновскую модель Структурно-функционального потенциала Сделать ее прежде всего А потом наложить на нее Пространственную модель То результаты будут Совершенно фантастические Гутнов знал Что это работа На долгие десятилетия И он конечно был гением В этом плане Он всегда говорил нам на лекциях Нынешняя теория Града Это замухрение мозгов Вот я вам цитирую слово в слово То, что говорил Гутнов Почему? Потому что он свято верил Что та модель Которая была создана Она очень жизнеспособна И она позволит нам Совершенно по-новому Посмотреть на город Как на функционирующий Жилой организм Она позволяет Вторгаться в эту область Абсолютно гуманитарную Методом математики Впервые в мире Гутнов точно определил Границы центра Он смог увидеть в динамике Он открыл там еще процесс Такой колебательный Дисперсного рассыпания города Его экстенсивной форме развития Соответствует потом Обратный процесс Когда это экстенсивное развитие Прекращается И тогда опять город Возвращается к реструктуризации И он мечтал дожить до того момента Когда вот это колебание маятника Произойдет в другую сторону Поэтому он говорил Что я обеспечен работой На многие десятилетия И более того Те люди которые с ним работали Они могли расширить Вот эту палитру И мы бы получили Совершенно уникальную форму познания Почему это имеет отношение К параметрической архитектуре Потому что Здесь вы получаете Целостную связанную систему Не на уровне здания А на уровне градостроительной системы И здесь конечно информативность Гораздо выше Данных мы используем Колоссальные массивы Но и выход Который мы имеем Он очень важен Потому что он нам позволяет Даже просчитывать Или моделировать Любое состояние системы В зависимости от управляющих воздействий Легче это сделать на Компьютере Чем в жизни набивать шишки И потом получать Дикие совершенно результаты Вот одно из следствий Деградации нашего мышления Это новая Москва Я знаю что человек Который в Москве занимался После Гутнова Он с точки зрения Пространственных ресурсов Изучал город Ростовчанин кстати Великолепный градостроитель Урбанист Высоковский Он умер в феврале этого года Я думаю что Вот я так Эзотерически убежден Что на его смерть Повлияла вот эта новая Москва Никого не спросили Из городостроителей Никому не обращались Это было просто Бездумное решение Вот этого Медведева Совершенно невероятное Когда он сказал А вот хорошо бы Вот там вот сделать Новое образование С какого Переляку Это абсолютно никак не корреспонтируется С развитием Градостроительной системы Москвы Я думаю Что нас ожидают Большие проблемы В будущем По поводу вот этого Вот не аппендикса даже А странного острова Который возник В пределах Москвы Никто в мире Так не поступал Это был Абсолютный волюнтаризм А почему Потому что Теория Града Она находится В забвении Я думаю Что вот Дальнейшая Эволюция Она неизбежна Потому что Остались работы Вот новая Осталась по сути дела Его школа И я думаю Что молодое поколение Оно эти модели Когда-то Воплотит в жизнь Если у вас есть вопросы Спрашивайте Ну спрашивайте Нет Вот новская модель Просчитана только Для Казани И для Москвы Подробным образом В Ростове Я вот только Верхушечку Айцберга Центр Просчитал Да В какие-то кварталы У меня там Шесть или восемь кварталов Было просчитано Ну и несколько образований Просчитал по серному Но по серному Картина была просто Ясная и понятная А вот Сама модель Я мечтал И для Ростова Посчитать Когда работал В городской архитектуре По принципу Каркас ткань Потому что Для этого надо Собрать очень большую Базу данных Механизм есть Он отработан Чисто математически Но к сожалению В силу нехватки Времени Не удалось это сделать Эта модель Работает И хорошо работает Только на примере Больших городов Она актуальна И я думаю Что за ней будущее Вот в силу Указанных причин Есть ли последовательные Которые Нету 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 К сожалению Есть люди Которые владеют Этим материалом Ну та же Казань Насколько я знаю Я не знаю персонали Но я знаю Что там люди Работали над этим Это просто эпоха Безвремения И к сожалению Мало того Поймите Вот Градостроитель У Гутнова Было колоссальное Человеческое обаяние И невероятная Интеллектуальная свобода То есть за ним Люди шли А сейчас Такого лидера В области Града В России Просто нет За рубежом Он приводит Свои книжки Если кому-то интересно Книжка называется Структурно-функциональный Потенциал Города Это изложение Его докторской Диссертации На таком Обыденном языке Популярном Книжка очень интересная Я ее прочитал Несколько раз Как детектив Но кроме этого Больше никаких Наработок К сожалению Не было А есть ли какие-то Материалы В свободном доступе Как-то Абсолютно Книжка есть в интернете В ПДФ Можете скачать То есть Все эти алгоритмы Как это просчитывать То есть Да Есть Есть Математического аппарата Нет Я ездил К Попкову Ишмульяну В Академию наук Вышел дядюшка Такой С бегающими глазами Я приехал Тогда же не было Персональных компьютеров Мне дали у нас На центре В Рисе Такую Большую бобину Чтобы я записал Программное обеспечение Они так и не дали Я приехал То есть Получается И ныряются Просто В показателе Каждого помещения А потом А что с ним Просто выявляется А потом Выстраиваются Путем перебора Вот у вас Масса данных Куча Таких пространств Куча цифр Машина делает Просто Раньше Было очень смешно Я записывался На вычислительном центре Наш доктор Наук Нынешний Леонид Панасек Сделал мне Программное обеспечение На карточках И на большой Нашей ВМ Минск По-моему Она как-то так называлась Путем перебора Машина выбирала Выборку То есть От малых Большим Или от больших К малых Не важно То есть она Тупо сравнивала Две цифры соседних И одну большую влево Малую вправо И потом Вот таким перебором Эта механическая работа Выполняется Именно машиной Выстраивалась Большое и малое Вот такая дуга Получалась Ну а потом Точка перегиба Искалась И все А вот там Где резко Начинают расти данные И все Это кумулятивная кривая Называется У Гутнова Все это приведено То есть А сейчас Это так просто Потому что Сейчас существует Типовая программа И можно На обычной персоналке Дома Просчитать Вот все эти цифры Гутновская модель Сложнее Потому что Она более многофакторная Там учитывается Во-первых Связанность транспортная Да Это особым образом Просчитывается Вот В пределах часа И техника Это не представляет Особого труда Самое интересное Результат То есть Вот это вот Как сказать Механическая часть работы Она муторная Конечно У Гутнова Занимался этим целый отдел Там человек 25 Только данные По Москве Собирали В течение Несколько лет То есть Это не быстрая работа Но и все-таки В пределах Того кольца Которым они занимались Это на то время Было 7 миллионов жителей То есть Это очень Такая Муторная работа Черная Но вот Результат ее Он представляет Просто невероятный Интерес Потому что Впервые Можно было говорить О строгих границах Математически определенных Нельзя было сказать А я так думаю Или мне так кажется Что в центре Это то-то и то-то А потом Можно было Целый веер Выводов Сделать из этого То есть Понять Каким образом Работает этот каркас Каким образом Ткань преобразуется В каркас На каких направлениях И если Управляющие воздействия Появляются Ну К примеру В Ростове Вы знаете Западный У нас город Плохо связанный Плохо связанная система И на протяжении Многих лет Вот этот мост Так называемый Темирницкий Он не работал То есть он был построен Но он был обрублен С запада И с востока А потом Его подсоединили Что произошло Я в это время Работал в архитектуре Я очень хорошо помню Что все были в обмороке Потому что К нему подходила Узкая улица Текучева Которая имела Двухстороннее движение Я сделал предложение По которому Развели движение На две стороны Вы знаете Одностороннее Теперь по Текучеву А обратное движение Идет по Халтуринскому Да То есть по Варфоломееву По Варфоломееву И получается Что заработала Вот эта штука Что произошло Текучева Из-за штатной улицы Сейчас имеет Выход По потенциалу На дубль Большой Садовой То есть В дальнейшем В какой-то ее части Это Она возьмет на себя Некие центральные функции Почему Поменялся потенциал Городостроительный Из-за Вот этого путепровода У целого Ряда фрагментов Городской ткани На Утновской модели Это все легко было Просчитать Чисто математически Что произойдет И в каких фрагментах Города Где какую застройку Надо вести И какой потенциал Пространств При этом Может там быть Но в связи с переменами Фамилии казанских коллег Можете сказать? Немного Вы легко узнаете Это университет казанский Мы с вами Легко узнаете Вот спросите Кто занимался Городской теорией Кто считал Каркас Кам Для казан Потому что там Городный Я говорил Что там Самые продвинутые Ребята Математики Этим занимались Городской Даже не А может И градостроитель Так это заступает Не как просто Наблюдение А может иметь Какое-то практическое Применение Здравствуйте А я Про что рассказываю? Жень Нет Просто я сейчас Понял так Что это просчеты города Ну изучение города И умедление Это как Как под какое-то Правило Нет Смотри Вот Существует Нормативный подход Да Это когда есть СНИПы так называемые Да В том числе и Пограда Есть регулятивные документы Есть юридическая база Да И градостроители Привыкли на протяжении Многих десятилетий Что они предписывали Городу Да Формы поведения Как ему быть Но они при этом Не знали последствия Не знали что произойдет Вот новская модель Она ничего не предписывает Она изучает город Как живой организм А поэтому Есть куча следствий Исходя из которых Мы можем предсказать Или изучить Как сложившиеся Развитие городов Да То есть он изучает Уже сложившиеся города Вот именно это не нормативный подход А это подход Ну и дает заключение Как можно развиваться То есть в каком-то новом районе Ну много приложений у этого есть Можно просто смоделировать ситуацию Любую Ну например Как тот же Лежава говорил Вот прокопаем дырку И тут сделаем метро Ну грубо говоря Вот даже смотрите Даже если исходить Из позиции Ростова Вот предположим У нас есть первая нитка метро Которая идет от Левенцовки До восточных границ города Да Вот эта линейная система метро Имеет уже четко определенные остановки Да Остановочные комплексы Станции метро Вот по Гутновской модели Сразу можно было понять Что и в каком ареале Будет происходить Вокруг этих новых станций метро Как поменяется градостроительная ситуация Что произойдет с тканью И самое главное Самое важное В каких пределах На каком территориальном ареале Модель еще до строительства Можно было просчитать А может не здесь эту станцию делать А может быть через два квартала И так далее Можно было моделировать ситуацию Да Абсолютно не Без материальных затрат Чисто математически Вот Гутновская модель Это все позволяет Потому что она в себя включает Как составную часть Транспортные проблемы Но она не до конца Сформулирована Кто Модель Как не до конца Она работает В Москве Она не просто сформулирована Она сделана И она описывает Москву С точки зрения Теории каркаса Теории каркаса Я не поняла Один момент Учитывается ли Наличие аппет Именно это все и учитывает Смотрите Модель называется Агрегированная Она не обращается Конкретно К каждой функции А вот Она смотрит Просто по рабочим местам Тупо А только рабочим местам? Безусловно Ведь ценность ее Именно в том Что она не частностями Оперирует А она Оперирует Агрегированными Объектами Что такое Агрегированные То есть мы как бы Забываем о содержании Просто говорим Рабочие места Вот у Гутнова Получается там Ну вы посмотрите В этой книжке Подробно расписанная Вот эта составная часть Структурно-функционального потенциала Которая позволила ему Оценить существующую ситуацию А отсюда Ворох следствий Вот он все их описывает В этой книжке Что произойдет Если мы имея эту модель Задаемся каким-то вопросом Какие мы получаем ответы Вот тот же колебательный процесс Гутнов В то время В 80-е годы Верил Что наступит Скорая эпоха Когда остановится Экстенсивный рост города То есть присвоение Новых территорий Да И это автоматически Приводит к чему Переструктурированию Центральной части То есть начнет На одном этапе Вот мы были на этапе Когда город просто Разрастался Как масляное пятно Да И большинство городов так А на следующем этапе Вот Гутнов говорил Наоборот Тормозится А центр был в загоне А на следующем этапе Периферия Не эволюционирует Или очень медленно эволюционирует А тяжесть перемен Переходит в центр И начинает активно Работать каркас Это он называл Колебательным циклом От одного к другому Вот этот маятник Он в городе работает постоянно Гутнов ошибся Только в одном Он не учел Невероятную инерционность Нашего строительного комплекса Потому что Производители ДСК Они были заняты тем Чтобы внедрять свою продукцию Вы посмотрите на Левенцовку Ведь это сделано Между прочим По Бофиловской модели Но только уродливо Это Можно так сказать Дешевая Бофиловская модель За основу взяли Бофила Но без его детализации И когда вот они меня повезли Показывали первые дома И спрашивали Как ваше мнение Как вам нравится Не нравится Я им честно сказал Тюрьма ну раскрашена Это ужасное образование И это происходит Потому что Инерционность Строительного комплекса Очень велика Они заинтересованы Выпуски вот этих домов У нас сейчас строится Еще один микрорайон На Суворовске Так называемый Который вообще За чертой города Находится И за чертой Янплана Этот Суворовский Опять же На чем На продукции Домостроительных комбинатов Держится И вот Гутнов не учитывал это Конечно Произойдет какой-то Слон неизбежно Он просто не знал Когда это будет По времени Когда прекратится Экстенсивное развитие Мы вынуждены Будем вернуться Ведь посмотрите на Ростов У нас пространственные Лакуны колоссальные Это город Который обладает Грандиозным Внутренним потенциалом Точно так же и Москва Не надо было Выходить за ее пределы Надо было Интенсифицировать Застройку внутри Но какие-то Лоббисты посчитали Что вот так будет Выгоднее Дешевле И лучше И они сделали Новую Москву На самом деле Вот специалисты Насколько я сужу Вот по публикациям В интернете Они считают Что Москва Обладает Совершенно грандиозным Потенциалом Внутри своих границ Которым никто Не занимается Или занимаются Фрагментарно По чуть-чуть А на самом деле Вот это самое главное И я думаю Что такая эпоха Наступит Но мы не знаем Управляющие воздействия Когда это произойдет Когда маятник Качнется в другую сторону Можно вопрос За границей Как известно На каком-то этапе Города Очень часто приходят К тому Что необходимо Создавать какие-то Новые точки Роспорта Как финансового центра Как финансового центра Как административного центра Загон Вот эта теория Как отнестись Когда наоборот Сам город Принимает решение Что дальше Внутри развиваться Уже нет возможности Нужно создать Новую точку Роспорта Совершенно замечательно В каком отношении Если это опять же Делают не администраторы А градостроители Вот такая ситуация Произошла В пределах Большого Лондона Когда Сказали Что для того Чтобы разгрузить Колоссальное Градостроительное образование Надо построить Градоспутники Заметьте Не один город А несколько Градостроительных образований С большим разрывом И у них получилось То есть получилось так Что Лондон Он Меньшее Урбанистическое Давление Испытывает А перераспределились Функции Вот на субцентры Это отдельная Вообще проблема Я не затронул Очень много вопросов В этом кратком сообщении Вот например Как центр Эволюционирует То есть Он не смещается Но он Трансформируется В каком отношении Он как бы гонится За Убегающей застройкой Вот у нас есть Субцентры Уже на западном Сложившиеся На северном В районе Нахичевани И далее В Александровке Он возникает Это трансляция Центральных функций В какие-то другие Зоны города Это по сути дела Пространственная эволюция Каркаса Того же Да А вот сложный вопрос Как выйти за пределы города Если мы хотим Стабилизировать Или остановить его рост Ну вот Недавно Если вы видели В фейсбуке Опубликовали Работу Гульянца И его сотрудников На Левом берегу Дона Такой Урбанистический город У них потрясающая Трехмерка Летает дрон Над этой трехмеркой Можно посмотреть Какой ростов Вот как бы В 21 веке Это такая Потрясающая работа Я просто преклоняюсь Но она абсолютно Не Ну как сказать Фантастическая Почему Почему она не может быть реализована В свое время Леонид Владимирович Кузнецов Был у нас такой Царство Небесное Градостроитель Замечательный Который очень четко определил Что самая большая часть Ростова Нового Она будет строиться Далеко За экологическим разрывом Так называемым А именно Батай Должен был пойти В восточном направлении И вот сейчас Мы это наблюдаем Батайск активно Застраивается В сторону востока Почему К Ростову не растет Вот он там Где есть Последние точки роста Там он остановится И дальше не пойдет Почему Вот этот экологический разрыв Это пропуск воды В случае форс-мажора На Цемлянском водохранилище И поэтому Здесь застройка В принципе Невозможно Никакие берегоукрепительные Мероприятия Невзятие Дона В стенку Набережных Ничего не поможет То есть Вот эта зона Она должна остаться Легкими Ростова То что сейчас Там понастроили Вот на левом берегу Дона Это конечно Не город А это Район красных фонарей Это такая Мелкая Измельченная Застройка То есть А город По большому счету Он может развиваться На сопредельных территориях Но вопрос в том Где и как Оптимально Потому что вы знаете От Батайска Иногда быстрее Доехать до центра Ростова Чем северного Или западного Потому что Пробки постоянные Плохая транспортная Ситуация А со строительством Вот этой второй Ниточки моста И в перспективе Метромоста Если он будет В районе Соколова Да То вообще Будут связи Очень хорошо Будет жить Скажем на окраине Батайска И добираться До центра В течение 20 минут Поэтому это Второй расход Безусловно То есть Это нуждается Всегда в просчете И в обосновании Опять же Это возможно Но только С точки зрения Градостроителей Грамотных Которые этим Хорошо занимаются А не просто Управленческие воздействия Чисто административного характера Которые Ничего хорошего Не имеют Все Пожалуйста Как вы считаете Какие перспективы Остаются перед городом Перед старым Если допустим Это город столица И столицу Политический Экономический центр Переносят По каким-то причинам В другое место Еще раз Допустим Столицу переносят В другое место В другой город Остается старый город Допустим Москва Столицу перенесли В другое место Ну уже были такие примеры Да нет таких примеров Если Москву Пытаются Перенести То купираются Нет не Москву А столичные Если столичные функции Перенести Да Столичные функции Они эмоциональные Я объясню тебе почему Вот знаешь почему Не удалось перенести Административный центр Ну той же Москвы Да Было благое намерение Да Столичные функции Перенести за пределы города Самый страшный фактор Оказался Не чиновники Которые сопротивляются А средства спецсвязи Которые невозможно Было перетащить В новую ситуацию Потому что Все вот эти Правительственные здания Все здания Министерств Там колоссальное количество Этого административного аппарата Это все невероятно Инерционно Понимаешь И Центральные функции Какие там Можно перенести Но только Не управление Не столичного Характера То есть Можно перенести За пределы Новая Москва Что это такое Это только жилье Это только ткань Там ничего нет столичного Там туда Пенсионеры Охотно уезжают Потому что Им прокламировали Что там будет Экологически просто Все замечательно И там дешевле Квартиры Чем в Москве А вот столичные функции Перенести крайне сложно Французы Например Пытались разгрузить Вы знаете Ситуацию Центр Парижа И они построили Дефант Чтобы туда Перенестить Большую часть Управленческих функций Но не столичных Деловые функции Да Они могут Перетекать Куда-то Город может Потерять Ну вот Скажем Вот Астана Назарбаев Назарбаев Для того Что закрепить Земли Спорные Которые могли Отойти к России В какой-то ситуации Геополитической Он взял И В обычный Провинциальный Областной город Перенес Столичные функции Алма-Ата Их потерял И они сейчас Строят Вы знаете Там работают Выдающиеся Зодчи И российские И зарубежные И они создали С нуля Новые Столичные функции Новый город Вот это единственный Пример Который я знаю Или Бразилия Например Вот Бразилия Великий Немей Перенесли функции Города Миллионеры Остались А столичные Функции Перенесли В чем проблема Столичные Функции Также Садятся Прекрасно На новом месте Если Эта столица Созидается С нуля И строится Специально Что происходит Со старым Которым Расскажите Допустим Вот Москва Кирпы То есть Мы поставили Москву Переехали А если Вот допустим В сегодняшний Дне возник Такой Принцидент Ну ничего Не произойдет Но будет Город существовать И дальше Ну что Понимаешь Инерционная Городостроительная Система Она настолько Велика Что с ним Ничего не Произойдет Если вот Решат Что да Все столичные Функции В другом месте Ну словно В Свердловске Вот он туда Переехал Потому что Решили там Закрепить его В Сибири Ну и что Произойдет Да ничего не Произойдет Будут колоссальные Затраты Надо будет Новые Средства Спецсвязи Надо Новое Столичное Строительство Все столичные Функции Переводить Туда А святого Места Пусто Не бывает Город Не будет В обратную Сторону Эволюционировать То есть Он не будет Сокращаться Он будет Сокращаться В случае Экономического Коллапса Когда люди Решат Что им Лучше жить В деревне И питаться Парным молоком И завести Корову И так далее Да А вот В других Любых Как большой Город Влияет На малые Города Ну например Вот есть Ростов Есть Новочеркас Таганрух И есть Такое Подозрение Что Ростов В силу Того Что он Поглощает Колоссальное Количество Ресурсов На уровне Области Он резко Тормозит Развит Всех Сопредельных Городов Вот это Есть Но этот Вопрос Никем Не изучен Это только Теоретическое Предположение Почему Динамика Такая В Ростове А в окрестных Городах Другая Именно потому Что Ростов Это миллион 180 тысяч Жителей Его потенциал Просто грандиозный Точно так же Как мы не сравним И с Москвой Которая 85% Финансовых Ресурсов Поглощает Вдумайтесь 85% От всего Финансового Потока Страны Сосредоточено В Москве Поэтому Несравнимый Потенциал И она Поэтому Пухнет Как на дрожжах Это Образование Ужасное Совершенно Другое Дело Как будет Эволюционировать Как она Будет Развиваться Вы знаете Что когда Строили Бразилию Говорили Что там Никогда Не будет Фавелы Трущок Там Полно Фавелы Трущок Там Та же Ткань Возникла Помимо Воли Архитектора Там Просто Не смогли Сдержать Население Которое Туда Приезжало И Которое Занималось Самозастроем Ну Равно Как у нас Возник Вот этот Дивный Район На Халовке Скажите А есть Какой-то Механизм Остановления Светлого Ростова Необыкновенного Московского Только Коллапс Экономический Какой угодно Именно Страшная Ситуация Условно Говоря Катастрофа Нет Ничего Не повлияет Если Столичные Функции Выгодят Так же Будет Поглощать Потому что Буржуи Там Останутся Ну Какая-то Часть Мигрирует Город Инерционный Понимаете Он Вот эта Оболочка В которой Мы все С вами Находимся Она Постоянно Поглощает Функции Она Не дает Нам Возможности Вырваться За ее Пределы Она Как Магнит Собирает Все Более Того Благодаря Высокой Центральности Это Центры Культуры Центры Образования Это Такой Конгломерат И клубок Который Просто Невозможно Реформировать И распутать Более Мы же находимся На этапе Такой интеграции Раньше говорили Что можно Все функционально Разделить И все будут счастливы А сейчас Идет обратный Процесс Сейчас идет Процесс Интегрирования Почитайте Что делает Кузнецов В Москве Новый главный Архитектор Он Занимается Тем Что он Преобразует Вот эти Недогорода Новые Микрорайоны И он их Преобразовать Пытается В город Вот это Сложная Задача Как это Сделать Никто Не знает Ну как Вложить деньги И создать Новый каркас И люди Показывают Деньги Делать В первом кармане Деньги Делать Это Даже человек Который Строит Вот у меня Друг Крупный Девелопер Друг детства Так получилось Он занимается Застройкой И я вижу Какие колоссальные Трудности Даже На уровне Создания Ну условно Пяти Секций Это очень тяжело Материально Вот если даже Они там По 14 этажей Пять секций Это бешеные Затраты Миллионные Их надо Откуда-то Взять И поэтому Риски Так велики Что никто Обладая Такими деньгами Не будет Вкладывать их Абы как Потому что Их надо Действовать Да Это города Миллионеры Да Может быть Она работает И для малых Городов Я имею ввиду Средние города 500 тысяч Жителей Да Или 250 тысяч Там совершенно Другой эффект И там Непродуктивно Эту теорию Применять Там можно Обойтись Другими Средствами А вот Что касается Крупных Городов То тут Как раз Таки Такой уровень Проблемы Такая сложность Системы Что здесь Она нуждается В агрегировании И в создании Именно такой Модели Почему Могут Именно К Москве Применил И считал Что она Крупным Городам Очень хорошо Применима Очень хорошо Работает Именно Из-за Сложности Системы Чем Система Проще Тем Неэффективнее Применять Такую Теорию Затратную Собирать Данные Смотреть Что будет Хотя Тоже Интересно Очень Интересный Вопрос Не были Нет В отрыве Экономисты Считают Вообще Вот эту Методологию Структурно Функционального Потенциала Ее взяли На вооружение Экономисты В том числе Но Совместить Наложить Вот этого Не было Это тоже Интересно Вот как сказать Тот веер Следствий Который Эта модель Влечет За собой Опять же Если ее Совместить С экономическими Потоками Да Или предположим С какими-то Факторами Экономики Это очень Интересно Но это Надо быть Специалистом И в области Экономики И в области Экономики Чтобы Создать Экономику Я просто Читал Когда Когда происходит Развитие Экстансивное А когда Экстансивное Когда Стоимость В центре Достигает В определенном Количество Раз Больше Чем На окраине Город Принимает Решение Экономики 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 Развиваются Отдельные Этапы Потому что Очень дорого Развивать Центр И потом Дальше Развитие По центру Вот смотрите Вот Гутнов Говорил Что город Это Терринкогнито Земля Непознанная Мы слишком Мало знаем На самом деле Вот почему Он говорил Теория Града Это Замухление Мозгов Не потому Что он Хотел Свою Теорию Как-то Приподнять И Преподнести Ее В выгодном Свете А потому Что На самом Деле У нас Не существует Устоявшаяся Теория Изучения Города Мы слишком Мало знаем Вот Никто Не знал Что Город Инерционно Никто Не знал Что такое Инерционность Или Например Никто Не знает Что такое Хаос И Стабильные Факторы Внутри города Без хаоса Развитие Невозможно А вот Как этим хаосом Управлять Или как он Взаимодействует Со стабильными Частями системы Ведь это Тоже Отдельный Вопрос И То есть Здесь непочатый Край работы И мы Как бы Находимся На краю Географии Дело в том Что пространственные Системы Чем выше По уровням Тем сложнее Вот Когда я учился В институте Нам всегда Говорили Что вот Архитекторы Занимаются Отдельным Объектом А Града Это Совсем Сторонняя Область И они Как бы Между собой Мало Корреспондированы Почему Потому что Чем выше По пространственной Шкале Тем меньше Наш уровень Знаний Если мы Выходим На четвертый Пространственный Уровень На уровень Системы Расселения Несколько Городов Или Несколько Поселений Там Сложности Возникают Возрастают Многократно И там Наши знания Вообще Равны нулю Архитекторы Сейчас Максимум Работают На третьем Пространственном Уровне Если работают На уровне Города На уровне Системы Расселения Не работает Никто Кроме Эконом-географов И специалистов Узких В области Материальных Потоков И так далее Поэтому И знаний Если мало На верхних Уровнях Знаний То мы До конца Не можем Сказать А что Происходит На нижних Пространственных Уровнях На уровне Города Как он Взаимодействует С окружением Что такое Агломерация Тоже до конца Никто Не просчитывал И не знает Какие-то Фрагментарные Знания Есть Но в целом Это вопрос Открытый Это все Дело Будущего Мы Крестьяне Правда Но если Все Спасибо вам Большое Спасибо 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 Спасибо